Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Марии Новгородовой и Николай Слепцов у микрофона редактор Саргалана Антонова. Одно из крупнейших предприятий республики – Мархинский племенной свинокомплекс имени Кабохина – входит ряд ведущих агропромышленных предприятий Якутии. В последние годы он активно наращивает мощности и расширяет сферу своей деятельности. Сегодня, помимо выпуска мясной продукции, которая поставляется потребителям республики, предприятие занимается репродукцией и разведением животных, проводит селекционную работу и производит удобрения. О том, как фермерское хозяйство превращается в многопрофильную компанию, о планах по его дальнейшему развитию, о секрете успеха предприятия, сегодня мы будем говорить с гостем нашей студии. Это бренд-шеф и директор по производству Мархинского племенного свинокомплекса Александр Борисович Понтьюхов. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах «Татем Сахарадио». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Александр Борисович, начнём наш разговор, пожалуй, с вашей профессией. Она меня очень заинтересовала, да, кто такой бренд-шеф на производстве, кстати, вот мясном производстве, и чем он занимается? Например, в чём отличие между шеф-поваром, например, в ресторане? Ну, в первую очередь бренд-шеф должен хорошо понимать вкус и готовить. В рамках производства это разработка новых рецептур, это работа с персоналом, это введение новых вкусов, и всё с этим связано. Скажем, это больше творческая работа, нежели какая-то рутинная. А, скажем, производство, это уже включает в себя всё нежележащее. А что вас вообще привело на кухню? Что это было? Мечта, может быть, случай, амбиции или любовь к кулинарии? Это скорее была такая романтическая детская мысль, которая меня привела в кулинарное училище, там я прошёл обучение, впервые попал на практику в кондитерскую, это меня поглотило полностью. Это была французская кондитерская, там ставил её француз, который приехал, он передавал дела московскому шефу, и он продолжал руководство. И там я постигал азы. Это было начало моего пути в кулинарии, в кондитерском производстве, всё, что меня ввело, так сказать, в углу профессии. Это были истоки. Хорошо. Какое образование вообще нужно получить для того, чтобы стать принт-шефом? Скорее, ну, если мы говорим в рамках нашей страны, это должно быть техническое образование. Ну, это лично моё мнение. Должно быть техническое образование, которое даст тебе определённый фундамент и базис. Но самое главное — это навыки, наработка, насмотренность. Не забывать смотреть по сторонам, потому что развивается всё вокруг, и очень быстро. Я, скажем, сейчас углубился в производственную часть и посматриваю, как движутся мои коллеги по цеху в рамках ресторанов, в рамках кондитерских производств, в рамках пекарен. И колоссальный прорыв. Там каждый год есть новые технологии, есть новые ведения. И это очень здорово. Надо всегда держать руку на пульсе. Я слышала, что вы много лет проработали с братьями Березуцкими. Они у нас имеют статус очень влиятельных шефов, с мировыми, минимум. И у них есть две звезды Мишлена. Это действительно так? И вообще, какие воспоминания у вас остались от такой работы? Да, это действительно так. Получили они их в этом году. Можно даже сказать, что их три, потому что третью звезду зелёную им дали за принципы работы, за вклад в общее дело. Это очень сильная награда, скажем так, на мировой арене очень сильная, потому что она даёт понимание статуса, как развито всё у нас, и что не стоит недооценивать наших специалистов. Ребята молодцы, они фанатики своей работы. Они живут на кухне, они не покидают её, несмотря ни на что. Я проработал с ними больше семи лет. Это большой срок. Они дали очень хороший фундамент, они, скажем так, открыли определённые двери. Это здорово. А что для вас было в этой работе самым сложным, братьев? Наверное, моральный прессинг, потому что постоянное давление, постоянная активность, мало сна, много работы, и в долгом режиме это давит. Плюс определённые условия. Но в целом это закаливает, это даёт определённые навыки. Бесценный опыт. Абсолютно. Хорошо. Это очень здорово. Когда вы вступили в должность бренд-шефа, и насколько сложным был вообще для вас переход? Например, от всё-таки приготовления еды до работы в производстве. Если мы говорим именно про производственную часть, то это, конечно, кардинальное изменение. Здесь изменилось всё. Да, остался небольшой пласт разработки, но разработка всё равно отличается. Добавилось очень много условий, добавилось очень много бюрократических нюансов. Нужно получать разрешение, нужно поддерживать стандарты не в рамках одной кухни, а в рамках большого производства. И это совсем другие ресурсы, совсем другие подходы, совсем всё по-другому. Но это, безусловно, очень интересно, это новая информация, это новые люди, для меня открываются новые профессии, люди с определёнными навыками. Мне много кто помогает, и это очень здорово. Хорошо, дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. И я напомню, что гость нашей студии – это бренд-шеф и директор по производству мархинского племенного свинокомплекса Александр Борисович Понтюхов. Мы продолжаем наш разговор, и мне очень интересно, став бренд-шефом, вы не перестали готовить? Какова порция творчества именно на мясном производстве? Если, скажем, в ресторане это 150%, ну я так думаю, то как дело обстоит здесь? 50 на 50, я бы сказал. Есть много идей, которые хочется воплотить, но пока останавливают определённые рамки. Потому что так или иначе, теперь мне надо вгонять всё в рамки, в производственные рамки. Поэтому и стало чуть меньше, но мы стремимся к тому, чтобы не ущемлять себя ни в чём. Хорошо, ну вот, например, шеф-повар в ресторане может выйти в зал и увидеть, услышать, например, благодарности посетителей, порадоваться результатом. Как вы на своём месте сейчас понимаете, что всё удалось, и что для вас главная похвала и радость, удовлетворение в работе? Ну, полноценно пока ощутить не получилось, в связи с тем, что наша линейка полуфабрикатов ещё не запущена. В первую очередь, сейчас мы сработали на мясе. Так как мы работаем с охлаждённым мясом, это своего рода, можно сказать, изумруд на рынке Якутии. Потому что больше я не встречал, чтобы какие-то производители предлагали охлаждёнку. И я считаю, что у человека должен быть выбор, что он хочет съесть, что он хочет купить. И должна быть возможность приобрести, сравнить и, собственно, дальше уже делать свой выбор. Охлаждённое мясо значительно лучше, чем замороженное. По своим качествам, по своим показателям, ну и, собственно, во всём лучше. Давайте всё-таки разъясним нашим телезрителям, радиослушателям, что мы называем охлаждённым мясом. Каковы его особенности, какая температура и так далее. Охлаждённое мясо – это то, которое не подвергалось заморозке ни разу. Как устроен у нас цикл обработки? Значит, приводят свинью на забой, её забивают, её вывешивают в холодильную камеру. Она там вызревает один день. Дальше она переходит на обвалку. Мы сформировали, скомпоновали трафарет, в первую очередь трафарет обвалки, чтобы все части имели комфортное и правильное название и для производства, и для потребителя. Потому что, если обратиться, скажем так, в интернет, вы найдёте там минимум 5-6 трафаретов обвалки свиньи, и, по сути говоря, каждый из них будет верный. Они будут чем-то различаться, одну и ту же часть будет называться по-разному. Но мы пришли к самому оптимальному варианту. И после обвалки мясо попадает в магазины. И у него есть 3 дня на реализацию. Если реализации не было, его дальше отправляют обратно на производство и там списывают, либо перерабатывают, если есть такая возможность. Но сейчас мы не имеем такого. Но и очень радует, что мы сумели скомпоновать поставки так, что у нас сейчас минимум возвратов. Ну, скажем там, 3% может быть. То есть население всё-таки оценило эту продукцию как охлаждённое мясо и активно его раскопает. Хорошо. Давайте всё-таки несколько слов скажем об истории развития самого свинокомплекса. Мы знаем, что хозяйство было полностью возведено руками его основателя Владимира Филипповича Кабохина и его единомышленников. Да, всё верно. Насколько я помню, ему не менее 27 лет. И дальше оно попало в управление Савостину Денису Анатольевичу. В связи с семейными обстоятельствами он взял руководство над свинокомплексом. И, собственно, с этого момента начались изменения. Да, у него появились идеи, у него появилась определённая цель. Он начал с ребрендинга, дальше уже начал ставить планки по росту, начал приглашать специалистов. Учитывая, что мы с ним давно общаемся, мы сотрудничали в другом проекте в Москве. У нас был ресторан, в котором я работал. Он предложил мне такую инициативу. Пригласил меня приехать посмотреть. Я приехал, смотрел. Мы взяли паузу и потом пришли к пониманию и начали работать. Хорошо. Что сейчас представляют собой мощности комбината? Мы можем привести несколько цифр? Каков объём производимой продукции? Скажем, сейчас мы имеем 4,5 тысячи голов. Ежедневно мы забиваем в районе тонны. И, собственно, сейчас реализуем всё это на наших магазинах. У нас собственный магазин реализации. Пока мясо мало кому уходит из внешних потребителей. Есть эксклюзивные, скажем так, покупатели, для которых мы поставляем. Но пока не всем можем это делать. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы проведёмся на небольшую рекламную паузу. После чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Это программа «Якутск. Сегодня». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Мархинский племенной свинокомплекс имени Кабохина является одним из ведущих агропромышленных предприятий Якутии. В последние годы он активно наращивает мощности и расширяет сферу своей деятельности. В чём секрет успеха предприятия и какие планы оно ставит перед собой на ближайшее время. Об этом и не только. Сегодня мы говорим с гостем нашей студии. Это бренд-шеф и директор по производству мархинского племенного свинокомплекса Александр Борисович Понтихов. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТИМ Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Вот мы начали говорить в первой части о том, что в принципе производимого объёма мяса хватает для жителей нашей республики. Но в то же время вы сказали, что есть эксклюзивные предложения. Да, у нас очень много заявок, но не все мы готовы, не то что готовы, сейчас можем удовлетворить. В первую очередь в приоритете стоят наши магазины, ну и потом уже наши покупатели. Поэтому мы далеко не со всеми соглашаемся сейчас работать. Но мы активно работаем над ростом. В нашем плане увеличить производство, увеличить поголовье. Плюс, когда мы выведем линейку плов-фабрикатов, это значительно увеличит возможности. Вообще, какие изменения произошли на потребительском рынке в последние годы? И вообще, как это отразилось на вашей ассортиментной политике? Вот кроме охлаждённого мяса ещё, что вы производите? Сейчас у нас появилось сало, и у нас есть в ассортименте консервы, которые мы производим с нашими партнёрами. С нашими партнёрами из Красноярска разработаны специальные рецептуры, и эта линейка представлена в наших фирменных магазинах. Там есть очень смелые сочетания. Например? Например, косуля с кедровым орехом, индийка с чириза. Всё подобного характера. Люди... Кто-то очень оценил, кто-то распробовал, кто-то предпочитает взять просто свину или говяжью тушёнку, не готов экспериментировать. Но на каждый, скажем так, вкус нашёлся свой покупатель. Хорошо. Главное, в любом деле, мне кажется, это люди, с которыми вы работаете. Так ли это у вас? И вообще, что вы можете рассказать о своём коллективе? Хватает ли квалифицированных кадров? Да, конечно, команда — это самое важное. И это то, что заставляет производство двигаться, то, что заставляет ресторан двигаться. Любой процесс осуществляют люди. Как ты сможешь их смотивировать, как ты сможешь выстроить процессы, это всё уже будет зависеть от выхлопа в итоге в производстве. У нас хорошая команда. Нам катастрофически не хватает кадров, не хватает специалистов в рамках нашего роста. Нам постоянно приходится приглашать, привозить. В рамках Якутска очень сложно найти профильных специалистов, обвальщиков, жиловщиков, забойщиков. При условии, что даже мы готовы обучать, мы готовы... Мы лояльны. Мы лояльны во многом. И даже если человек не умеет, мы готовы взять его в работу, обучить, научить и поставить на линию. Но очень мало откликов. Ну вот хорошо, что мы об этом говорим, потому что вы имеете прекрасную возможность сейчас рассказать об этом, пригласить тех, кто, например, является безработным или, может быть, имеет профильное образование, но работает не по профилю. Это плюс, да. Все желающие приходите, звоните, мы будем рады. Плюс, если говорить о самом производстве, сейчас идет тотальная модернизация, что свинокомплекса, что забойного цеха. Мы переходим и оптимизируем все. Процесс забоя раньше осуществлялся полностью вручную. Все тяжелый физический труд. Мы спроектировали подвесные пути, запустили их в производство. В новом году они уже должны встать у нас в цеху, полностью покрыть все производство. Это получается от самого входа свиньи до самого цеха обвалки, где уже встретит человек с ножом часть мяса. Это будет идти по подвесным путям, никакого физического труда. Это значительно увеличит производительность, повысит мощности. Это то, к чему мы идем. То есть новое совершенное оборудование у вас на вооружении, можно так сказать. Технология производства – это процесс довольно далекий для нас, для простых обывателей. Как он происходит? Например, контроль качества, цикл переработки, те же отходы производства. Что главное здесь? Главное – это контроль. Главное – это соблюдение норм, которые мы ввели. В первую очередь, ХАСП – это система качества, стандартизации, которая должна быть на каждом производстве. И мы внедрили ее и стараемся безукословно соблюдать. Это большие плюсы. Это помогает работникам, помогает понять, в каком направлении двигаться. Условно говоря, если у нас стоит обвальщик, он обваливает мясо, ему не нужно думать о каких-то сторонних процессах. У него прописано регламент на его задачи. Он знает, что ему делать, он знает, как ему это делать, он знает, в какой момент ему нужно остановиться, убрать рабочее место, партизифицировать и снова вернуться к работе. Все это уже введено в работу, постоянные инструктажи, все это имеет место быть. Интересно было бы знать, вообще как новые условия повлияли на форму, на работу вообще комбината самого, например, та же пандемия, теперь вот санкции. В пандемию покупательская способность, в первую очередь, очень важна. Как только она падает, соответственно, и начинают страдать производители, начинают страдать производство. Но в целом сейчас ситуация выровнялась, во многом становится проще. Ситуация с санкциями, она, во-первых, уже не в первый раз, мы уже с этим сталкивались. И это всегда новый толчок, это всегда новая возможность. Где-то что-то перекрывают, это значит, где-то что-то открывают. И это плюс к развитию. Наше сельское хозяйство, наши производители, они, скажем так, не очень шевелились раньше. После 2012 года они начали как-то чуть-чуть более активными быть. И вот уже на данном этапе они дают очень хорошие результаты. Ну и собственно для нас сейчас это в какой-то мере где-то пропадают конкуренты, и для нас будет больше спроса. Ну вот вы говорите новые возможности. В последнее время действительно о вашем предприятии много говорится. Мы увидели, что по городу появились очень интересные, красочные футраки. Наверное, единственные в Якутске вот такие интересные формы, необычного дизайна. Они очень привлекают покупателей? Да, это очень крутой маркетинг, безусловно. Но это не самая основная и не самая важная их роль. Это в первую очередь безопасность. Они полностью оснащены и спроектированы для того, чтобы работать с мясом. Особенно в условиях далеких, скажем, от правильной температуры. Мы сейчас говорим не про низкую температуру, а когда летом мы привозим мясо. Опять же, если обратить внимание, на каких машинах оно привозится, там есть рефрижераторы. И хранится оно у нас тоже там в этих футраках, в холодильниках. Специальная температура, везде выстроена. Все процессы, чтобы минимизировать рост бактерий, чтобы покупатель получил свою покупку в том виде, в котором она должна быть. И летом мы видели, что по городу футраки работали в новом режиме для них. Они не только продавали, но и производили. Да, у нас есть один производительный футрак, можно сказать так. Это концепция, которую мы запустили этим летом. Это Yeti Burger. Собственно, учитывая, что у нас мясопереработка, мы решили, что нужно расширяться, нужно развиваться. И пошли дальше, и сделали бургерную. Кто-то уже успел попробовать. Причем мы выезжали на фестивали, на музыкальные, мы стояли на стадионах, и там было прям очень жарко. Там нам не давали продохнуть. Люди распробовали бургеры, было здорово. Этот эксперимент будет продолжен? Да, обязательно. В тёплодине года? Соответственно, мы закупорили наш футрак, потому что он не рассчитан на такие низкие температуры. На морозы наши, да? Да. Мы бы продолжили работу, но стало слишком холодно для него. И мы выкатим его обязательно весной. С местом мы определяемся. Это тоже была своего рода небольшая проблема, потому что мы путешествовали по городу, потому что инфраструктура города была не рассчитана на мощности. Не каждое место могло предоставить нам подключение. Там, где было подключение, то не было нужной мощности. Было непросто, но... Это был бесценный опыт, я думаю. Вы какие-то уроки из этого обязательно сделали. Даже постоянные покупатели, постоянные гости наши и бургерные, могли нас найти. Они, скажем так, путешествовали вместе с фудтраком. Это уже показатель, да? Ну, я думаю, что средний потребитель мало задумывается о том, что мясо, например, одной свинины, да, отличается от другого, точно так же, как различаются различные сорта вин, да? Это разный вкус, да? Разные технологии. Вот верно ли такое утверждение? Это верно, но и в большей части, наверное, потребитель даже не должен углубляться и разбираться в этом. Он должен получать качественный, хороший продукт. Вопрос, почему там кто-то не смог этого сделать, почему там это плохо, но это не должно его беспокоить. Скажем, очень многое зависит от того, как и в каких условиях растет свинья, чем ее кормят, как за ней ухаживают. Это повлияет на вкус, безусловно, это повлияет на качество мяса. В нашем случае, да, все очевидно. Причем, когда вы продаете замороженное мясо, понять, насколько качественное или некачественное это мясо, можно только его разморозив. Соответственно, тоже есть определенный лимит. Ну, тем не менее, вот наш покупатель все-таки, мне кажется, в последнее время довольно критично относится к тому, местная это продукция либо привозная. И уже делает определенные для себя выводы. Ну, сейчас вообще такое время, что люди стали очень более выборочные, они стараются смотреть, что они едят, как они едят, и в этих условиях намного лучше работать. Хорошо, дорогие друзья, сейчас вас снова ждет рекламная пауза. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Уже более 27 лет экологически чистое мясо фермерского хозяйства Мархинское пользуется неизменным спросом у жителей Якутии. И покупатели все чаще делают выбор в пользу местного товаропроизводителя. В чем секрет успеха работы предприятия? Каким правилам или принципам надо следовать? Об этом и не только сегодня мы говорим с бренд-шефом и директором по производству Мархинского племенного свинокомплекса Александром Борисовичем Пантюховым. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТИМ Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, на этой неделе в Якутии, как мы знаем, проходит одно из ключевых мероприятий республиканского фестиваля. Зима начинается с Якутии. Это гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Мне вот интересно было бы узнать, как вы причастны к этому мероприятию? Меня пригласили дать мастер-класс для студентов АГАТУ и пообщаться с ними на тему мяса, на тему нашей конкретной свинины, потому что преподаватели сказали, что ребята не особо знакомы с тем, что представлено на рынке. Есть определенные пробелы в знаниях в трафарете обвалки. И мы как раз обговорили эти темы и приготовили с ним несколько блюд. Постарался взять классические якутские блюда и немного их адаптировать под новый лад. Расскажите вот о блюдах, которые вы готовили. Я сделал индигирку и сделали свиную вырезку с саламатом. Значит, индигирка я взял нельму. Мы приготовили соус из лука. Ну, стандартная индигирка это что? Это лук, это рыба, это соль, перец, масло, все. Плюс температура рыбы должна быть такой, хрустящей во рту. Мы обсуждали это с ребятами, что в наше время можно подходить более универсально. Можно внедрять новые технологии, можно пользоваться техниками, можно пользоваться немного другим форматом продуктов и брать за основу фундаментальное, исконно введенное и это развивать. Мы сделали мусс из жареного лука, замешали индигирку с дикоросами и немного жареного лука для текстуры. И получился, наверное, новый вкус традиционного но в старом составе. Практически ничего не поменяли в составе блюда, добавили немного, но, скажем так, считаю, что соблюли традиции с нововведениями. На второе блюдо у нас была свинина, мы взяли свиной вырезку, это самая диетическая часть с наименьшим содержанием жира. сделали саламат, во-первых, зима, во-вторых, это самое такое, скажем так, распространенное блюдо, которое мне попадалось больше всего, когда я приезжал в Якутию, и чаще всего мне давали его попробовать. Мы его полностью переосмыслили, вместо сливочного масла взяли топленое сливочное масло, вместо муки взяли кедровую муку, плюс добавили жареные кедровые орехи, все это заварили со сливками, и в целом получилось удивить ребят вкусом, получилось поговорить с ними о сезонности, о локальности продуктов, многие были удивлены форматом того, что продукция только местная была представлена, и такова была цель, в первую очередь использование местного и локального продукта, все было куплено на рынках Якутска. Хорошо, я думаю, что ребята, которые присутствовали на мастер-классе, заново открыли для себя традиционные уже наши блюда с новым вкусом. Спустя чуть более года после ребриндинга мясо мархинское стало еще более популярным, да, мы знаем, что вышел рекламный ролик по телевидению, да, он сделал узнаваемым ваш логотип, также вы отмечены как спонсоры множество республиканских мероприятий. Расскажите, пожалуйста, вот как в такой довольно-таки короткий срок удалось добиться хороших результатов и, конечно, хотелось бы знать о планах на предстоящий год. Ну, в первую очередь это заслуга нашего руководителя и главы, это безусловно его орвение, его инициативы, его желание сделать из этого производства показательное, развить его до тех масштабов, которые озвучивались, скажем так, каждый раз с ростом поголовья, с ростом производительности, благодаря ему набирается та команда, которая продвигает весь этот процесс. Денис Анатольевич очень активно он вовлечен в процесс, он не откладывает, не передвигает, не передает это кому-то в управление, он включается в каждый процесс и старается везде контролировать, продвигать и совершенствовать. И это большой плюс и, наверное, благодаря этому вы видите такой рост. Он собирает специалистов, которые в каждой сфере делают свое дело и это влияет на рост. Хорошо. Не за горами один из самых любимых, конечно же, праздников россиян, Новый год. Давайте вернемся к разговору, собственно, о мясе. Как правильно его выбрать, чтобы, например, приготовленное блюдо действительно порадовало наших покупателей? С охлажденным мясом вообще все очень просто. Это первые органолептические свойства, которые вы видите. Это запах, это внешний вид, ну, и это состояние структуры мяса. Оно заветренное, вы сразу это увидите. Оно не свежее, это сразу отобразится в запахе. Появление какой-то слизи внешней, это сразу категорически нет. Все эти факторы, они видны покупателю, и он легко может определить, насколько мясо хорошо, либо нет. Есть ли какие-то секреты у вас приготовления мясной продукции? Поделитесь им, пожалуйста. Самое главное, что в мясе, это его не пересушить. Мясо должно быть сочным, всегда. Жареное, томленое, вареное, неважно, это сочность мяса важна. Поэтому, да, надо подходить правильно к процессу приготовления. В зависимости от того, что вы будете готовить, вы должны, скажем так, выбрать ту часть свиньи, которая лучше подойдет для этого. Если вы там жарите мясо, то это корейка, это карбонат, это шея. Если вы запекаете или тушите мясо, то это может быть рулька, это может быть нижняя часть спины. И в нашем магазине, что это очень хорошо, все продавцы проконсультированы, с ними ведется работа, они обучены, и каждый продавец сможет подсказать и помочь покупателю определиться с выбором куска для определенной цели. То есть, главное, озвучить свое желание, свое намерение. А вот как обычному человеку научиться готовить что-то оригинальное, где набраться смелости, чтобы сочетать, например, свинину и мандарин, казалось бы, новогодний фрукт в одном блюде. Самое главное, это не бояться пробовать. И даже если что-то не вышло, не получилось и на вкус ужасно отвратительно, это не повод прекращать эксперименты. Скажем, как это работает, как это модно сейчас говорить, с высокой кухней. Люди пришли в какой-то ресторан, где не особо квалифицированный шеф набрался каких-то поверхностных знаний, он выдал им там супер какое-то мега блюдо с претензией на молекулярную высокую кухню. Они попробовали, поняли, что это несъедобно, что такое есть нельзя и что вообще вся эта ваша высокая кухня это не для еды. Но это не так. всегда нужно пробовать, всегда нужно быть открытым к новым вкусам и тогда всё получится. Не бояться экспериментировать. Никогда. Ну и конечно хотелось бы услышать о планах на предстоящий год. Вот вы говорили о том, что будет новая линейка полуфабрикатов. Мы разрабатываем сейчас активно полуфабрикаты. Мы постоянно об этом говорим, да, и уже долго об этом говорим. Но в первую очередь мы сталкиваемся с определенными сложностями, мы их решаем и совершенствуем наш продукт, чтобы по итогу качество было безукоризненным. Плюс в дальнейшем конечно же мы увеличиваем поголовье, чтобы была возможность ответить на все запросы по свинине, по полуфабрикатам. Далее мы планируем расширять нашу инициативу с Бургерной. У нас есть стационарные точки, в которые мы хотим зайти и уже работать постоянно. Плюс точки для фудтрака, с которыми мы будем выезжать и делать какие-то фестивали, праздники. Кроме того, я слышала, что в планах увеличивать количество производимой продукции, это значит, что требуются новые мощности, требуются дополнительно люди на производство? Конечно, у нас они постоянно требуются. Как же мы говорили о нашей команде, у нас есть постоянный костяк, который тянет, тянет при любых условиях. У нас приходят новые люди, им что-то не понравилось, либо им показалось работать слишком тяжелой, либо еще что-то. Он поработал несколько недель и все, пропал человек. Но очень радует, что есть люди, которые не боятся работы, которые готовы идти с нами в ногу, которые видят перспективы. И это действительно происходит у них на глазах, происходит модернизация, изменение условий. Все это очень здорово, и спасибо им большое. Хорошо. Но я думаю, что именно вот такая вера в людей, вера в новые технологии, не боятся проводить какие-то новые эксперименты. В этом и заключается успех вашего предприятия. Дорогие друзья, это была программа Якутск сегодня. Всего вам самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин